Вот так вот это все дело выглядит в сборе. Вот так вот будет у меня это все дело крепиться. Вес конечно сейчас сумасшедший, но ничего страшного в этом я и не вижу. Как-то так, все пошел я ставить. Привет youtube, привет подписчики и гости моего канала. Значит продолжаю я внедрять реверс редуктор в свой трактор. Сейчас я это уже дело все это под раскидал, снял двигатель, там все-все-все лишнее поубирал, так что максимально, что можно было. Поставил сюда на место вертолет, вот такую токарь мне запчастюлень сделал, шел в тулочку на звездочку. Звездочка эта будет еще двигаться, я в том плане. Я не знаю как она выйдет, куда выйдет редуктор, то есть это будет выглядеть примерно вот так. Потом это я уже в самом последнем, как говорится, моментом я ее выставлю так как мне надо. Это взамен вот этой вот звезды. Она на 11 зубов, это будет на 16 зубов. Значит 11 работала у меня вот такой вот звездой на 26 зубов. То есть Ижевский комплект я убрал и поставил вот такой 11-26. Ижевский у нас стоял у меня 16-42. Во-первых, и звезда поменьше, не так низко. По ботве может не будет и я лозить, да? Вот как бы очень удобно и компактно. Вот, ну буду ставить вот такую вот 16 и 19 зубов. Передаточная с вот этим редуктором будет на выходе. Именно на валах будет точно такой же, как вот в этом вот исполнении. Вот один в один. В общем, я уже показывал, как это все, откуда чего, какие детали подходят, да? Это флянец хвостовика станет сюда. Сюда станет вилка с кардана, такая же по шлицам. Вот здесь у меня дистанционные колечки просто из ПНД трубы вырезал. Я их потом уберу, когда это все дело приварится, разметится. Сниму и уберу специально, чтобы здесь ничего не торчало, ничего нигде не мешало. Вот так вот у меня кусочек трубы вырезал. Это будет ставиться она вот сюда внутрь для центровки. То есть здесь канавка и вот, понятное дело, там канавочка. Вот сюда ее вставляю и потом прикручиваю болтами. И она центрует вот этот флянец. Вот тут, соответственно, крестовина она сама себя отцентрует. В общем, что еще? Что еще? А, взял я себе помощника, который мне это все дело быстренько, очень быстренько раскидал, раскрутил. Как говорится, парень работящий. Вот он, красавчик. Вот такой вот гайковерт с Алика. В общем, доволен. Специально его расцепил, чтобы его перевернуть, потому что снизу надо будет проваривать, подваривать все эти крепежи, крепления. Так, что забыл сказать еще, чтобы потом не рассказывать. Будет крепиться на 8 болтов. Здесь и здесь, соответственно, здесь и здесь. Я просверлил таким же диаметром на 10, сверлом насквозь. Но здесь они поменьше, они, по-моему, тут на 6, а я на десяточку. Будет все это шпильками стягиваться. Вот крепление будет крепиться уголок сюда, на всю длину сюда. То есть, 8 болтов будет держать всю эту конструкцию. Здесь были уши такие. Ну, кто видел редуктора муравьевские, вот здесь вот идут такие уши длинные. Вот я их спилил, все это в один уровень. Здесь лишнее все это поубирал обычной ножовкой по металлу. Все это позачищал, чтобы ничего не мешалось. Понятное дело, дифференциал заваренный. Показывать я тоже это, наверное, скорее всего, не буду, как я это делал, не буду вставлять. Потому что это я сто раз уже в группе у себя показывал. Кому надо, все уже посмотрели. Кому интересно, присоединились. И весь этот процесс, который сейчас будет происходить вот здесь, вот как это будет внедряться. Все ребята посмотрят. Поэтому будет так, потому что жалуются, почему у тебя такие длинные ролики. То по полчаса, то по часу. Ну, не хотите смотреть, не смотрите, ребята. Я вот, будет конкретно тест именно реверс-редуктора после коробки. А то мне там уже писали на оставить до коробки. Ее порвет, ее разорвет. Ну, в общем, будем смотреть, будем тестировать. Ничего тут страшного, ужасного нет. Кардан, который стоял на этих звездах, я его оставлю целым. Если что-то пойдет не так, я это все дело выкидываю, ставлю обратно эти звезды, ставлю обратно тот же самый кардан. И все у меня будет работать в прежнем, как говорится, режиме. Вот. Поэтому никаких проблем я в этом и не вижу. Чего еще рассказать вам? Впрочем, погнал я делать. В общем, получилось два вот таких вот крепления. Это еще горяченькое только положил. Это вот уже остыло, пока то обваривал. Это мы заберем, конечно. Вот. Это два уголка. Здесь сварено, здесь все вырезано. Пластина, вот это именно пластина, 10 миллиметров. Это 8 миллиметров пластина, которая будет прикручиваться на раму. Все остальное будет держаться вот так вот. Четыре болта здесь. Ну и, соответственно, четыре болта с другой стороны. Восемь болтов будет держать редуктор и четыре болта по два штуки с каждой стороны будут держать. И удар рамы. Специально сделал так широко, чтобы можно было спокойно прикручивать. Вот. Ну, здесь она 9 сантиметров, а здесь десяточка получилась. В общем, покрутить не должно. Вот, как-то так, я думаю. Сейчас будем прикручивать коробку. Вот. Точнее, редуктор. Здесь я выдерживал дистанцию специально, чтобы она свободно залазила. Как выдержать дистанцию, чтобы не закусила. Я думаю, рассказывать смысла нет никакого. Все. Теперь только останется вставить это все дело. Одной рукой неудобно, конечно, поправлять и там, и там. И скрутить, и прикрутить туда. Все уже настроено. В общем, получается вот такая вот штукенция. Все крутится, нигде ничего не закусывает. Все ровненько отцентровано. Дистанционное кольцо ставить не стал. Все это делал по месту. Прикручено на четыре болта. Вот здесь восемь болтов. Она не ниже, чем мост. Вот такое вот крепление. Ничего страшного. Тягач есть тягач. Вот. Рычаг. Вот он. Здесь стоит переключение. Вот так вот отсюда. Видно? Будет подключаться здесь тяга. Ну, там посмотрим. Что сейчас звездочку эту настрою, как мне надо. По отношению к той звездочке. Все. Прихвачу. Отцентрую. Чтоб она не болталась. И что еще? Наверное, вот этот лишний обрежу. За ненадобностью. Вот так все это дело выглядит сверху. Будем говорить. Что еще? Впрочем, уже практически все. Так, тяга переварена. Вот. Если что-то не так. Открутил четыре болта. Снял кардан. Это все дело сдернул. И поставил на место. Старый. Уже тут переделывать ничего и не нужно. Тяга прекрасна. Спряталась вообще в раму. Ничего не торчит. Вот такая вот штукенция. Так, кардан установил. Вот такой вот коротышек получился. В общем, здесь тоже до конца. Но на резинке оно все это дело, если надо, будет играть. И сюда, и сюда. То есть она, не знаю, видно, не видно. Отыгрывает. Вот. Все крутится, вертится. Нигде не закусывает. В общем, отлично. Все, начинаю теперь его соединять. Так, прихватил звездочку в четырех местах. Вот так вот индикатор такой поставил. Кусочек проволоки жесткой. Не знаю, видно, не видно. Я думаю, будет видно. Ну, в принципе, выставил так, чтобы оно по всем этим самым ровненько было прихвачено. То есть вот по этой вершине и меряю полуось. Точнее, не полуось, а этот. В группе разговариваем про полуоси. Вот. Отлично. Ровненько. Сейчас это снимаю, дело обвариваю полностью. И будет капитально. Все это можно уже удалить. Это почистим еще. Вот как-то так. Так, в общем, закончил ставить. Поставил цепь. Так, опа. Вот такой полузвенок стоит. Потому что была либо слишком длинная, либо слишком короткая. Все, цепь натянута. Такой вот рычаг. Переключение скоростей. Это у нас назад. Это у нас вперед. Вот. Сделал с этой стороны специально, потому что здесь мешается шлицовая часть вывести на ту сторону. Пока неудобно. Ну, тем не менее, не цепляешься абсолютно. Ни ногами, ни коленями. Все это находится вот здесь, под рукой. То есть, понятно, да? Назад. И впустили вперед. Все. Воткнули там вторую скорость. И работаем только этим рычагом. Не надо лично раз там скоростя искать. То есть, реверс полноценный. В общем, сейчас немножко покатушек. Как-то так. В общем, сейчас посмотрим, как работает реверс. Реверс полноценный. Реверс полноценный. Реверс полноценный. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, в общем, я думаю, было видно. Ну, вот как-то так. Ну, а дальше проверим, что оно.